В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Деньги на ветер. Почему не стоит закупать продукты впрок? У вас очень строго. Фёдор Добронравов встретился с поклонниками в драматическом театре. Новый уровень оказания медпомощи саровских пациентов принимают врачи из Нижнего Новгорода. Далее расскажем обо всём подробно. Отставить панику и прекратить охоту за сахаром и крупами призывают россиян представители торговых сетей. Пустые полки и рост цен – это естественная реакция на нездоровый спрос. Поставщики элементарно не успевают отгружать продукты со складов и доставлять их в магазины. Но это не связано с тем, что крупы и сахар в стране закончились. Стабилизировать цены в магазинах можно только после прекращения покупательского ажиотажа. Российская Федерация максимально обеспечивает себя и внутренний рынок товарами первой необходимости. Сахарный песок, бокалейная группа мука, подсолнечное масло – это всё у нас в достаточном количестве. На складах у производителей товарные запасы имеются. Да, мы сейчас с вами видим, что полки поредели, да, и товара недостаточно для ежедневного употребления. Но все вы, наверное, видите, что это связано прежде всего с паникой горожан, с ажиотажем, который охватил всех. И, собственно говоря, даже люди в этом состоянии не задумываются, нужно ли им столько продукции. Между тем, специалисты утверждают, вопреки устоявшемуся мнению, бобовые, сахар и крупы не могут храниться бесконечно. В домашних условиях срок хранения почти год, но при таком сроке продукты могут потерять свой вкус, стать более сухими и жёсткими. Поэтому создавать долгий запас нецелесообразно. Гречку и колотый горох можно хранить до 19 месяцев, овсянку – всего 4 месяца, цельный горох – 24, манку, кукурузную и овсяную крупы – 10 месяцев, пшёнку – 9 месяцев, рис, шлифованный перловку – 18 месяцев. Многие из тех, кто создаёт запасы бокалейных товаров, просто не успевают съесть их до истечения срока годности. Ещё одна проблема оптовых закупок для домашних нужд – при долгом хранении в крупах могут заводиться вредители. Поэтому прежде чем купить очередной запас продуктов прок, подумайте, не выкидываете ли вы деньги на ветер, поддаваясь всеобщей панике. Главного свата страны не узнали на Саровском КПП. Чтобы попасть к нам, Фёдору Добронравову пришлось трижды повторить свою фамилию. О впечатлениях от закрытого города, любимых ролях и планах народный артист России рассказал Саровчанам на творческом вечере, который прошёл в драматическом театре. Какой он – актёр из любимого фильма. Всегда очень волнительно встречать своего кумира. Саровчане, затаив дыхание, ждали появления Фёдора Добронравова. На сцене – гитара, стол, открытый чехол, тема выступления, творческий вечер. Зрители могли только предполагать, что их ждёт. В моей жизни, в связи с моей профессией, попадались закрытые города, но у вас очень строго, очень, очень строго. Даже на входе надо просто громко сказать свою фамилию. Как, как, Добронравов, как ещё раз громче. Так что, даже это. Большинство саровчан знают Фёдора Добронравова как актёра сериала «Сваты». Он играл роль Ивана Будько. Удивительно, что между артистом и весёлым сельским работягой есть много сходств. Искренность, шутливость, энергичность Фёдора Добронравова покорили сердца людей. Каждая роль по-своему прекрасна, по-своему ценна. Я старался в своей жизни за эти 40 лет в профессии. Я всё-таки старался как бы не соглашаться на роли, которые мне не нравились. Фёдор Добронравов – актёр с говорящей фамилией. Он поделился светлой радостью с каждым зрителем, оставив частичку своей доброты в подарок. В конце творческого вечера саровчане долго и щедро благодарили артиста за визит в город. Ульяна Скородумова, Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». 24 марта с 9 до 10 часов утра в Сарове проверят систему оповещения гражданской обороны ядерного центра с включением телефонов командно-начальствующего состава, а также электросирен, установленных в жилой части города и на площадках внеев. Горожан просят соблюдать спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове продолжают сбор гуманитарной помощи беженцам и соседним государствам. Принимают продукты с большим сроком годности, вещи и предметы первой необходимости, технические средства реабилитации. Пункт сбора организовали на территории Центра социального обслуживания, расположенного по адресу улицы Шверника, дом 11. Время работы склада ежедневно с 8 до 19 часов. Телефон для справок 6-94-41-6-94-39. Для владельцев квартир, в которых долгое время никто не живет, смогут сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Соответствующий проект постановления правительства разместили на портале правовой информации. При временном отсутствии в жилом помещении более пяти дней подряд на основании заявления потребителей осуществляют перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, указали в документе. Формула перерасчета будет зависеть от того, какой способ оплаты за вывоз мусора выбран в конкретном населенном пункте. До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов, сообщают на сайте правительства. Организовать ее Росздравнадзору поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Это позволит оперативно принимать решения для поставки препаратов и избежать перебоев с лекарственным обеспечением. Новая схема мошенничества с банковскими картами появилась в России. Злоумышленники начали использовать фейковые сайты якобы для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базе, сообщает Роскачество. Данные более чем 100 тысяч клиентов российских банков появились на теневых форумах, писал ранее коммерсант. Эксперты призывают не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре. Повысить качество оказания медицинской помощи жителям Сарова. Такую цель ставит для себя руководство клинической больницы номер 50 и Приволжского окружного медицинского центра. Для этого в наш город стали приезжать медики из Нижнего Новгорода. Они проводят консультации с саровскими врачами и вместе с коллегами из КБ номер 50 ведут прием пациентов. На этой неделе наш город посетили специалисты по урологии. Медицина в нашей стране не стоит на месте. Появляется новое оборудование, которое позволяет проводить более углубленные исследования. На рынок поступают новые лекарства, изменяющие тактики лечения пациентов. Наш город не остается в стороне от нововведений. Между КБ номер 50 и Приволжским окружно-медицинским центром ФМБА России налажено тесное взаимодействие. Оно включает в себя в том числе обучение и консультативную помощь, которую нашим врачам оказывают нижегородские коллеги. В рамках взаимодействия наш город посетили ведущие специалисты в области урологии. Опыт такой работы уже не первый в нашем городе. Мы активно сотрудничаем с Приволжским окружным медицинским центром. За последние три месяца это уже четвертый приезд специалистов в наш город. Первые три касались в большей степени первичного звена здравоохранения, поликлиник. Это были приезды кардиологов, неврологов и главного акушер-гинеколога был приезд. Сегодняшняя задача это уже оказание специализированной помощи, в частности урологической. Во время каждого визита специалисты Помц вместе с Саровскими коллегами проводят прием сложных пациентов. Совместно медики корректируют тактику лечения, назначают дополнительные обследования, при необходимости принимают решения о госпитализации и проведении операции в окружном центре. Здесь очень опытные врачи, которым я уже говорил, что мы уже общаемся уже более 20 лет. Вот, завод делением, он врач высшей категории, его хорошо знают не только в нашей области, но и в регионе, и в России его знают. У нас были в свое время даже планы здесь провести совместные исследования. Вот, я думаю, это будем в дальнейшем делать. А так, другие врачи, большинство врачей, это мои ученики. Недавно в КБ номер 50 появился новый литотриптор. Это новейшая лазерная установка для дробления камней, отвечающая всем современным мировым требованиям. Таких в области считанные единицы. Специалисты Приволжского окружного медицинского центра, которые уже имели опыт работы с этим оборудованием, во время визита помогли Саровским коллегам в запуске и настройке. Кроме того, заведующий урологическим отделением клинической больницы номер 3 ПОМЦ ФМБА России Максим Дырдик в формате мастер-классов провел на новом литотрипторе три операции по удалению камней в почках. Ассистировали ему наши хирурги. В качестве врача я впервые нахожусь в городе Саров. С коллегами, с которыми мы уже много лет друг друга знаем, мы общались неоднократно. Очень приятно удивлен структурой медицинской помощи, организацией медицинской помощи здесь, в городе Саров. Очень хорошая техническая база. Ну, это все обусловлено особенностями оказания медицинской помощи для жителей города, потому что он является уникальным образованием федеральным. В ближайшее время в КБ номер 50 запланирован визит и других специалистов из ПОМЦ ФМБА России. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Конкурс в медицинские вузы остается высоким из года в год, поэтому зачастую абитуриенты сначала получают среднепрофессиональное образование. В колледже им дают представление о профессии и базу для поступления в вуз. О том, как в этом году будет проходить приемная кампания в Саровском медицинском колледже, расскажем далее. Выбор профессии – важный шаг для каждого человека. Как правило, до 9 класса мало кто из подростков задумывается о нем. Но в преддверии итоговой аттестации вопрос, с кем дальше быть, звучит все чаще. Вариантов много, и тем, кто не хочет поступать в 10 класс, не обязательно уезжать учиться в другой город. Для технарей есть техникум имени Музрукова. А для ребят, которые интересуются естественными науками, свои двери готов открыть медицинский колледж. Каждый студент, который к нам поступает в колледж, должен получить качественное образование. Для этого мы активно развиваем материально-техническую базу, совершенствуем учебно-воспитательный процесс. Для того, чтобы вырастить конкурентоспособного специалиста, который бы поднимал наше современное здравоохранение, и чтобы наше здравоохранение было в надежных руках. В этом году медицинский колледж набирает студентов по специальностям сестринское дело и лечебное дело. На первую предусмотрено 50 бюджетных мест. Приемная кампания стартует 16 июня, но уже 26 апреля для будущих абитуриентов колледж проведет день открытых дверей. Абитуриенты и все желающие, в том числе родители, могут познакомиться с условиями обучения, с тем, какие программы мы реализовываем, какие меры поддержки у нас существуют, социальная, воспитательная работа. То есть вся студенческая жизнь, она будет представлена, обозначена именно на дне открытых дверей. В этом году медицинскому колледжу исполнилось 60 лет. За это время из его стены вышли тысячи специалистов. О богатейшей истории старейшего учебного заведения города мы расскажем в новом выпуске «Пешком по Сарову». Программа выйдет в эфир 7 апреля. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Особенные книги для особенных детей. В детской библиотеке имени Пушкина фонд пополнился специальными изданиями для читателей с особенностями зрения. Сейчас в библиотеке 14 экземпляров книг. Это и отдельные издания, и книжные комплекты. В честь юбилейного года детская библиотека имени Пушкина начала принимать подарки. Книги для детей с особенностями зрения библиотека получила от благотворительного фонда. Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Это стало приятной неожиданностью, ведь такие книги – это почти произведение искусства. В каждом издании красочные иллюстрации, крупный шрифт, специальные проработанные детали, выпуклые контуры и объемные фигуры. Все то, чтобы ребенку с особенностями зрения было комфортно. Это действительно книги, с которыми можно очень много и интересно заниматься, проводить время. Они настолько качественно сделаны с учетом всех особенностей тактильного и зрительного восприятия этих детей. То есть там идут крупные иллюстрации, идут тактильные вставки, используется шрифт Брайля. Сейчас в фонде библиотеки 14 экземпляров книг для детей с особенностями зрения. Это и отдельные издания, и книжные комплекты. А тематика их самая разнообразная. История страны, сказки народов мира, художественные произведения и стихотворения. Отдельного внимания заслуживает волшебный карандаш – специальное устройство, которое воспроизводят в аудиоформате текст книги и музыкальные файлы. Пожарил рыбку на огне, и вдруг в дверь хижины раздался тихий стук. В эти комплекты добавлены занимательные задания. И эти занимательные задания такие, которые с удовольствием выполняют все дети. То есть это пройти лабиринты, разгадать какие-то кроссворды, найти отличия. И, как я уже сказала, там используются тактильные элементы, которые позволяют даже невидящим деткам выполнять такие задания. Такие книги выдавать на руки пока не будут. Они доступны только в библиотеке. Для родителей детей с особенностями здоровья библиотекарь-консультант готов подсказать, как правильно работать с такими изданиями. В планах есть, например, создать клубное объединение для семей, в которых воспитываются дети с особенностями зрения. Потому что, на самом деле, наверное, очень важно, чтобы и взрослые получили какую-то информационную поддержку. Просто, может быть, пообщались между собой. И таким местом нам будет очень приятно, если станет наша детская библиотека. Сейчас детская библиотека имени Пушкина заказала еще несколько книг с крупным шрифтом, чтобы постепенно пополнять книжный фонд для детей с ОВЗ. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!